35 бойцов Красной Армии нашли свой последний покой в Зубцовском районе, где в селе Погорелое Городище прошла церемония захоронения останков советских солдат. В ней приняли участие представители местных органов власти, вооруженных сил, поисковики, а также простые жители. Село Погорелое Городище в годы войны по полной программе оправдало свое название. Населенный пункт сильно пострадал в ходе боевых действий. Именно в этих местах проходила наступательная операция Красной Армии, которая была частью Ржевской битвы. Задача была обогнуть Ржев, взять в кольцо и взять Сычевку. Но прорвав в районе Погорелого Городище, наши части застряли, захлебнулись, потому что не успевали подвозить боеприпасы, горючие, распутиться была. Не удивительно, что до сих пор в окрестных лесах поисковики каждый год обнаруживают десятки останков погибших бойцов. По всему Зубцовскому району находится немало мемориалов в честь павших защитников Родины, за которыми власти стараются обеспечить достойный уход. В сложных экономических условиях этого года администрации было принято волевое решение участвовать в федеральной программе по благоустройству захоронений. И эти работы были выполнены. В этот августовский день в Братской могиле свое последнее пристанище нашли еще несколько десятков бойцов Красной Армии. Причем среди них был и уроженец села Георгий Евсюгов. Его останки были обнаружены в Ленинградской области. Благодаря редкой фамилии поисковикам удалось довольно быстро выйти на родственницу. К сожалению, все оставшиеся Евсюговы, послевоенное поколение, мы ничего не знаем о Георгии Евсюговиче. А старшее поколение уже ушло. В любом случае, хорошо, что солдат спустя много лет вернулся на родину и будет лежать в родной земле. Всего на сей раз были захоронены 35 красноармейцев, найденных поисковиками, которые в ходе торжественной церемонии пообещали продолжить свой непростой труд на Зубцовской земле. Ага!